Антонио Меннегетти Практика лидерства Дети должны выйти из тени отцов, чтобы обрести тот исключительный свет, которым их наделила жизнь. Введение Первое. После выхода в свет книги «Мудрец и искусство жизни», представляющей новый подход к осмыслению дара и проекта жизни, были собраны воедино исторические аспекты, которые конкретизируют технику, необходимую будущему лидеру для собственной реализации. Помимо собственной души существует общество и система. Молодой человек, обладающий высоким потенциалом, должен уметь играть с системой по ее правилам. Изменение общества к лучшему возможно путем его совершенствования, а для этого необходимо уметь разумно соблюдать те правила и законы, которые предлагает и устанавливает Гражданский кодекс. В нем выражена воля других людей и указан способ поведения, который приводит к признанию твоих прав другими. В спорте чемпион устанавливает новые рекорды и остается в истории в том случае, если он выигрывает согласно предписанным правилам. Это относится и к ученым, который своими открытиями совершает переворот в науке, подвергая пересмотру уже имеющиеся знания. Побеждает тот, кто соблюдает и превосходит правила. Историю и философию пишет победитель, способный передать свои знания. К реализации приводят не особенности души или привилегии, полученные от рождения. Большинство людей, обладающих высоким потенциалом от рождения, заканчивают шизофренией, преступностью, инфантилизмом. Гений – тот, кто способен постоянно развивать себя и историю. В процессе своей реализации он непрерывно сочетает индивидуальность и социальность, подобно тому, как ветвь делает совершенным дерево, частью которого является. Социум также становится мистическим или духовным телом личности. Даже если внутреннее удовольствие – настоящее благо, оно не может осуществляться без исторического воплощения в другом. Агрессия или социальное непонимание также являются стимулом к непрерывному совершенствованию. Без сомнения, эта книга станет практической для тех молодых людей, которые решили быть там, где жизнь возводит их на престол. Второе. Слово «лидер» происходит, вероятно, из древнего языка кельтов или викингов. «Лидинг» – держать курс или направление и делать так, чтобы остальные следовали ему. В 60-е и 70-е годы в Италии говорили «капитан промышленности». Затем пришло слово «менеджер» – «топ-менеджер». С 90-х годов и в особенности начиная с 2000-х годов, лидером называют того, кто умеет служить и выстраивать гармоничные отношения между сотрудниками внутри предприятия или другого контекста для достижения максимальных производственных показателей или совокупных результатов. Целью данной книги является формирование нового предпринимательского ума. Этот ум индивидуализируется, укрепляется и фокусируется в практическом действии, направленном на достижение успеха. То есть речь идет об актуализации креативности в каждодневной реализации. Лидер – это оперативный центр множества отношений и функций. Он умеет находить пропорцию, согласно которой развиваются установленные жизнью отношения, а также применять от ситуации к ситуации именно ту формулу, которая приводит его к экономическому, политическому и социальному становлению. Успех зависит от организованной интуиции лидера. Онтопсихология выработала специальную методику, позволяющую гарантировать эффективность действующей интуиции. Данная тема предлагается для рассмотрения молодым людям со средним образованием, которые в силу жизненных обстоятельств или благодаря собственным амбициям и уму, в определенном смысле уже превзошли стандарты своих сверстников, окружения, страны. Они стремятся смотреть дальше не только потому, что амбициозны, но и потому, что чувствуют, что обладают большей, чем другие, динамикой, энергией, способностью и умением давать и служить. Речь идет о том, чтобы научиться действовать согласно этой ментальности в поисках успеха, работы, самоутверждения, находя те объективные шаги и действия, которые приносят удовлетворение субъекту, выбравшему определенную дорогу. Разумеется, все это не относится к тем, кто ждет помощи и одобрения от других. В действительности, лидеры столь важны именно потому, что выступают в роли проведения для тех, кто потерпел неудачу или не обладает соответствующим даром от природы. Именно в сегодняшнем мире жесточайшей конкуренции молодой человек должен обучиться точной психологии менеджмента. Большинство людей не обладает даже предпосылками к изучению психологии менеджмента, избирая в качестве отправной точки собственную ограниченность, потребности, взгляды, то есть пуская в ход почтовые марки, отнюдь не гарантирующие доставку корреспонденции по назначению. В своей практике я видел, как молодые люди, одаренные огромным потенциалом, становились жертвой обычных повседневных проблем и набрасывались с обвинениями на старшее поколение, прошлое, историю, политику. Сегодня ты жив, ты существуешь, ты способен действовать, так попробуй войти в центр управления. Это возможно, и существует большое количество законов, предоставляющих такую возможность всем. В действительности, первоначальная функция демократии заключается в том, чтобы дать возможность зарабатывать тем, кто на это способен, кто стремится к успеху и к ответственному управлению. Цель не только научить молодежь чему-то конкретному, но и стимулировать ее к развитию данной способности управления. Молодые люди пройдут обучение психологии успеха на примерах собственного поведения и своих выборов. Тем же, кто еще не сделал выбор, будут даны рекомендации, как развить то, что дается им проще всего. Все это становится возможным благодаря знанию онтопсихологии. В книге будут встречаться ссылки на эту передовую технику познания, которая, однако, в рамках данного контекста подробно разбираться не будет. Третье. Всем, кого интересует экономическая психология и психология власти, в первую очередь рекомендуется книги «Психология менеджмента» и «Организационная психология», где подробно рассматриваются изложенные здесь темы. Интересующиеся знанием, приносящим результат, например, безошибочным действием интуиции, могут ознакомиться с книгой «Личность предпринимателя» и докладами, прозвучавшими на Международном конгрессе «Бизнес-интуиция». Но для более глубокого понимания этих работ необходимо обладать аналитической способностью, включающей понимание трех открытий онтопсихологии. Онтэнсе, семантическое поле, монитор отклонения. Наконец, необходимо упомянуть об образовательных курсах, более передовых, чем MBA, проводимых FOIL в разных странах мира и обучающих успешной технике реализации новейшей и высочайшей способности достижения тотального качества продукции и роста. FOIL — междисциплинарное онтопсихологическое формирование лидера, школа подготовки лидеров, имеющая представительство в разных странах мира. Субтитры подогнал «Симон»